начать это видео нужно наверное с небольшой предыстории когда-то давно я также как и многие очень хотел подтягиваться больше 20 раз и поскольку на тот момент я практически ничего не знал то мне потребовалось довольно много времени для того чтобы научиться столько подтягиваться и на канале есть видео где я подтягиваюсь больше двадцатки затем я совершенно случайно научился подтягиваться 30 раз и это вообще не было моей целью мои тренировки были направлены на совершенно другую вещь на потяги на одной руке но благодаря им я смог потянуться 30 раз и это было действительно интересно после этого я проанализировал все что я делал и начал уже целенаправленно увеличить количество подтягиваний и довел себя буквально за пару месяцев до планки уже в 35 повторений после чего я полностью разочаровался в этом упражнении потому что не было никакой сложности в том чтобы увеличить количество повторений с 30 до 35 и используя все те же самые принципы те же самые тренировочные подходы я мог бы увеличить и до 40 повторений но нужно понимать что в этом случае на каждой тренировке ты подтягиваешься очень и очень много и это очень и очень однообразное занятие то есть после 35 повторений как отрезало я перестал интересоваться вообще увеличением количества подтягиваний дальше а вместо этого наоборот стал двигаться в сторону усложнения подтягивания и сейчас на каждой тренировке в обычном своем подходе я делаю не больше десяти-пятнадцати повторений но гораздо более сложно гораздо более чистых вариантов этого упражнения тем не менее я уверен что среди подписчиков этого канала все еще есть огромное количество людей которые хотят научиться подтягиваться 20 и более раз честно говоря я не вижу в этом какой-либо особой ценности разве что вам нужно сдать какой-то норматив или вы участвуете соревнованиях например по общей физической подготовки где нужно сделать много повторений потому что само по себе большое количество это как по мне пустая трата времени результат в плане выносливости и мышц можно получить быстрее и с меньшим количеством но это уже тема другого ролика сегодня же я буду делать обзор на видеоролик канала система тела под названием научный подход к увеличению количества подтягиваний давайте посмотрим о чем рассказывают ребята потому что я был удивлен но было несколько комментариев где подписчики просили сделать обзор этого видео и прокомментировать его и я естественно рад пойти вам навстречу поэтому включаем ролик и смотрим приветствую я анатолий горячев мой предыдущий ролик по обучению подтягивали набрал более миллиона просмотров за год что очень крутой результат ребята я видел ваши комментарии он вам действительно понравился но теперь задача сложнее вы научились подтягиваться теперь нужно пробить 20 плюс подтягивания возможно даже и 30 и я уверен эта заявка на 2 миллиона просмотров а знаете почему потому что теперь в команде со мной мой младший брат юрий горячев знакомьтесь привет всем меня зовут юрий горячев талян любит немного по умничать и даже я не всегда понимаю поэтому что могу сказать о себе я вам буду объяснять все более доступным языком если вы что-то не усвоите из его сказанных слов я думаю после моих комментариев обязательно все поймете да брат есть за мной такое думаю вместе у нас с тобой получится отличный контент ну что приступим вперед вперед наверное ребята сильно разочаровались когда этот ролик не собрал даже и 100 тысяч просмотров обратно кстати его брат похож на актера какого-то актера бодибилдера из российских фильмов я не помню как зовут но тогда фотку размещу вы поймете акул прикуплю прикольное совпадение и прежде чем перейти к практической части где мы покажем какие делать упражнения крайне важно понять и теорию для того чтобы выяснить за счет каких улучшений за счет чего ты действительно сможешь пробить этот свой максимум не на одно повторение а превысить 20-30 повторений и так чтобы у тебя не осталось голове никаких вопросов не хочу тупо показать себе упражнением ни о чем не основываясь да брат это как фигуристу учить делать прыжок трону эту луку показать ему видеоролик сказать ну вот видишь прыгнул видишь вращение как бы смотри ролик учись у тебя все получится а также основные детали сколько сделать подходов сколько повторений как часто нужно отдыхать какие принимать добавки это же самое главное согласен и не зная этого ты просто будешь хаотично делать какие-то упражнения бесцельное и тем самым у тебя результат также будет стоять на месте поэтому канал неспроста называется системы тела в конце ролика у тебя будет четкий план действий как тебе действует и в плане тренировок и в плане питания в плане восстановления чтобы в действительности прийти к классному результат но если у тебя задница ерзает на стуле от нетерпения ты хочешь быстрее перейти к упражнениям можешь перемотать к этой минуте но я тебе рекомендую нас послушать это хорошее замечание потому что действительно уже две минуты ролика прошло до сих пор ничего не началось и да но я не буду перематывать на 6 45 давайте послушаем ветер дайте послушаем что они рассказывают и так все торопыги ушли остались те кто действительно готов впитывать информацию учиться друзья ваше терпение будет вознаграждено в конце ролика вас ждет от нас подарок сегодня ты узнаешь факторы влияющие на силовую выносливость да именно динамическую силовую выносливость важно развивать это способность организма противостоять утомлению при высокой мощности нагрузки и небольшом времени проще говоря за счет чего ты можешь долго подтягиваться что в организме может этому мешать короче это не просто пробежка в парке а серьезная работа мышц да что далеко ходить вспомни свое ощущение при последних повторениях подтягиваниях это невыносимое жжение и тебе сразу станет понятно какие ресурсы важно прокачать за счет тренировочных методов развития что-то я не понял момент про незначительный при незначительном времени динамическая силовая выносливость и про жжение в последних повторениях у меня такого нет напишите в комментариях если вы с этим сталкиваетесь но у меня в подходах на максимум в подтягиваниях просто отрубается сила там даже нет как такового жжения в мышцах например в отличии от подъемов на бицепс делаешь да или какие-нибудь другие изолирующие упражнения просто висишь и ты понимаешь что ты не можешь себя потянуть дальше мышцы не забиты они не горят но ты просто не можешь себя потянуть дальше висишь и потом уже если доходишь до самого отказа то руки сами начинают раз разгибать пальцы если с этим сталкивается тоже очень прикольный момент когда ты хочешь держаться но руки сами разгибаются и все пальцы сами разгибаются и ты падаешь вниз как бы ты не хотел удержаться но жене я при этом никакого не испытываю поэтому напишите комментариях мне интересно так как мы незначительные находимся до минуты время под анаэробной нагрузкой есть значительное по силе и мощности сокращение мышц а это значит работают быстро сокращающие мышечные волокна первого и второго типа да они сильны но с выносливостью у них проблемы проще говоря есть мышцы как энергосберегающие лампочки конечно они работают долго но достаточно слабенькие также есть мышцы как прожектора на футбольных стадионах они требуют очень много энергии но достаточно мощное что нам принципе необходимо для подтягивания но будь уверен они еще далеки от своего предела пика и мы будем за счет правильных упражнений прокачивать их энергоемкость мощность эффективность приучать работать дольше при условиях выделяющего лактата молочной кислоты которая кстати негативно влияет на продолжительность работы мощность усилий и в итоге на прирост силовых способностей опять все так сложно в общем это нормально для мышц утомляться и закисляться в момент тренировки но и это можно отодвинуть за счет правильного тренировочного процесса сложно они говорят конечно и немножко спутанно немножко спутанно плюс поделимся с вами отличными спортивными добавками которые улучшают работоспособность и продлевают активную работу мышц добавки какие к чертям добавки мы сейчас говорим о 20-30 подтягивания они уже сразу про добавки дизлайк абсолютно безвредные компоненты ты же до сих пор находишься не в каменном веке чтобы путать допинг с бадами коротко по факторам влияющих на силовую выносливость во-первых запас креатив фосфата его скорость восстановления мышц его основная функция это обеспечение стабильности выработки внутриклеточной энергии это и есть твой энергетический запас который организм активно использует для получения энергии во время выполнения упражнения это как аккумулятор которому у тебя всегда есть доступ чем больше объем аккумулятора тем больше ты можешь делать повторений и еще очень хорошо если ты можешь свой аккумулятор очень быстро зарядить верно брат еще один важный фактор это межмышечная координация и улучшение нервно-мышечных связей новые движения мы всегда будем выполнять неловко тратить на это больше усилий плохо распределять нагрузку между мышцами соответственно какая-то мышца будет утомляться быстрее ну на примере с гирей ты можешь осуществлять подъем чисто выжимая мышцами и сделаешь гораздо меньше повторений чем если ты будешь распределять правильно нагрузку помогать всем телом в том числе и ногами соответственно движение будет выполняться гораздо проще и ты сделаешь больше повторений то же самое относится и к подтягиваниям если ты будешь грамотно распределять нагрузку, не напрягая какую-то одну конкретную мышцу, а именно стараться распределять между всеми мышцами, движение будет выполняться гораздо проще. Не надо вкладываться в каждое повторение, как в последний раз. У тебя же не стоит конкретная задача прокачать какую-то мышцу спины, как бодибилдер. Наша основная задача увеличить количество повторений. Важно понимать, что первые 10 секунд при непрерывной силовой работе наш организм питается за счет фосфогенных источников энергии, которые быстро кончаются 10-15 секунд, а вот уже далее подключается гликолитический анаэробный механизм. Первое это как мобильный телефон с зарядом в 1%, а второе это как пауэрбанк, объемы которого можно прокачать. Важно еще в работе выдерживать высокий уровень молочной кислоты, которая, как я тебе говорил, выделяется с каждым повторением. Чем больше ты утомляешься, тем больше она выделяется. Но этот момент тоже с тренированностью снижается, то есть ее выделяется меньше и, во-вторых, она будет активнее использоваться в качестве энергии. В общем, при регулярных тренировках со временем будешь закисляться меньше, а подтягиваться больше. Время комментировать. Честно говоря, вот в этом конкретном участке роль второго парня мне была непонятна, потому что и первый объяснял все достаточно понятным языком. Что нужно понимать? Для работы ваших мышц, для их сокращения нужна энергия. Энергия в организме существует в виде молекул АТФ. Эта энергия фактически в чистом виде. В свободном формате вот чистой молекул АТФ очень-очень немного, и когда вы начинаете выполнять упражнения, организм исчерпывает весь свой свободный объем АТФ буквально за первые несколько секунд. После этого он начинает использовать второй источник для обеспечения себе энергии – это анаэробный гликорид. Он начинает расщеплять гликоген, который есть в организме, и из него получает опять же те же самые молекулы АТФ, которые уже можно использовать для обеспечения энергии клетками. Соответственно, действительно, чем у вас больше в организме креатинфосфата, тем, соответственно, можете использовать его для выполнения упражнений и двигаться дальше. По времени, действительно, продолжительность выполнение упражнений, на которых хватит запасов, порядка 30-60 секунд. После этого запасы креотидфосфат заканчиваются, и он переходит на третий способ энергообеспечения, когда точно так же из гликогена будет организм получать АТФ, но он будет уже делать это с использованием кислорода, с использованием митохондрии, которые находятся в клетках. Это такие энергетические станции, которые занимаются окислением. В общем, тут главное понимать, что самый первый момент, мы используем АТФ свободную, затем непродолжительное время, хотя, в принципе, за 60 секунд можно делать довольно много подтягиваний, и на этом строится один из способов увеличения количества подтягиваний, я о нем рассказывал вот в этом ролике, где вы стараетесь делать максимальное количество подтягиваний, пока у вас есть еще свободный креотидфосфат. Дальше вы уже переходите на аэробный гликолиз, и на этом, в принципе, можно делать очень много повторений, потому что вы будете восстанавливаться. То есть, главное отличие аэробного от анаэробного гликолиза, то, что при анаэробном вы закисляете мышцы из-за того, что при расщеплении гликогена у вас образуются ионы водорода, которые, собственно, и закисляют ваши клетки. А если мы используем митохондрии, то они забирают вот эти все продукты на себя, и ионы водорода не образуются, соответственно, клетка не закисляется, соответственно, вы можете продолжать делать подтягивания дальше. Вот такие вот три механизма, это что касается энергообеспечения и креатинфосфата. Я, надеюсь, объяснил более-менее понятно. Что касается нейромышечной связи. Действительно, если упражнение новое, то вы будете тратить на него больше энергию, чем если это упражнение вы давно уже выполняете, и оно вам знакомо. С другой стороны, если упражнение знакомо, то большого выигрыша в плане количества повторений, то есть с нуля повторений или с пяти до пятнадцати вы действительно будете поднимать частично за счет того, что у вас нарабатывается нейромышечная связь. С пятнадцати до двадцати, до двадцать пяти, до тридцати там уже нейромышечная связь вам не поможет, потому что упражнение уже более чем знакомо организму, и он делает его достаточно эффективно. И здесь, если уже слушать второго парня, то речь идет о том, чтобы более экономично и эргономично использовать свои мышцы, то есть вместо того, чтобы вкладывать силу в каждое повторение, делать повторение более эффективно. Махи какие-нибудь ногами тоже относятся именно к этому моменту, потому что, используя мышцы ног, вы можете сделать больше повторений. Да, это будут другие подтягивания, да, мышцы спины будут качаться меньше, но если ваша цель именно количества повторений, то вы сделаете больше. То же самое, того же самого эффекта можно добиться, например, за счет уменьшения амплитуды, то есть не подтягиваться так высоко, как вы подтягивались, или не разгибать локти полностью в нижней точке и так далее. То есть вот это вот и есть уже оптимизация упражнения с точки зрения эффективности для увеличения количества повтора. Для мышц, для силовой выносливости организма, для кучи других целей, связанных со здоровьем, а не с количеством, это не имеет смысла. То есть это нужно понимать, что это все связано только с тем, чтобы сделать как можно больше повторений ради повторений. Что касается противодействия накоплению молочной кислоты, то я не очень понимаю, как он будет здесь осуществляться. Я не очень понял, что он имеет в виду. Но смысл в том, что чем лучше развиты у вас митохондриальные эти станции в мышцах, то, соответственно, вы можете подтягиваться больше. Сама по себе молочная кислота не мешает вам подтягиваться. Вам мешают именно ионы водорода, отрицательно заряженные ионы водорода. Вот они вызывают проблемы в клетках. А при чрезмерном накоплении они могут даже привести к разрушению клетки. Чувствую, зритель уже устал от теории, пора переходить к практике. Да, Талян, ты прав. Пора уже потренироваться. Я устал от этой болтаунни. Погнали. Погнали. Я пересмотрел много роликов по этой теме. Да, ребята показывали отличные упражнения, но не хватало всему этому системности. То есть я не понимал, вот как человек должен понять, сколько ему нужно делать подходов в это упражнение. Может быть, вначале сделать до отказа, а потом уже как ты будешь делать другие упражнения. Поэтому я сделал тренировочную программу, именно основываясь на том, чтобы выполнить как можно больше тренировочной работы. То есть чтобы была максимальная объемность тренировки. Поэтому в первых упражнениях мы не будем доводить мышцы до утомления, но будем больше прорабатывать нервно-мышечную связь. Соответственно, это первое повторение, которое обладает наибольшей силой сокращения. И этот принцип мы активно будем применять в первом упражнении. Потому что, возможно, совершенно разные способы, с помощью которых можно увеличить количество подтягиваний. Можно придумать бесконечное множество разнообразных тренировок. У меня даже на сайте есть статья, в которой я собрал 37 разных способов, рабочих способов по увеличению количества подтягиваний. Потому что на самом деле подтягиваться 20 раз, 25-30, это несложно, если подойти к этому делу с умом. И именно поэтому огромное количество вариантов видео в интернете, потому что куча рабочих схем. Идея с точки зрения нарабатывания тренировочного объема, она действительно работает. После 20 нужно понимать, что уже будет гораздо сложнее набрать количество повторений с помощью просто объема, потому что организму нужно привыкать работать на своем пределе, на своих максимальных количествах. Поэтому там, без первых подходов на максимум, вы никуда не денетесь, как ни крути. Используя этот принцип, можно придумать различные сочетания. Давай будем отталкиваться от твоих силовых показателей на данный момент. Допустим, ты хочешь увеличить подтягивания от 5 до 10 повторений. Смотри, как работаешь в этом случае. Делаешь одно подтягивание, спрыгиваешь, отдыхаешь 2-3 секунды и повторяешь до того момента, пока не почувствуешь первый признак утомления. Точнее, ты даже не должен его допустить. Все, спрыгиваешь, восстанавливаешься полностью. Это может занять 2-3-4 минуты. И выполняешь таких от 5 до 8 подходов. Опять же, в каждом подходе ты не должен дать утомиться. Поэтому количество подходов будет регулироваться твоими силовыми показателями. Чуть почувствовал утомление, все, значит, этот подход был финальный. Мне в этом совете не нравится идея спрыгивать и запрыгивать, потому что если вы тренируетесь без перчаток, это просто убийство своих мозолей. В принципе, когда вы запрыгиваете, вы не сможете нормально схватиться за турник. У меня есть видео на канале, как правильно браться за турник, чтобы не было мозолей. Поэтому, выполняя огромное количество повторений и подходов, и после каждого повторения спрыгивая, ну, можете сразу попрощаться вот с этими нежными ладошками, да, потому что они превратятся очень быстро в кровавое месило с таким подходом. Мне он не нравится. Я бы предложил выбрать турник, куда не надо запрыгивать. То есть можно выбрать турник, на который надо подниматься на носочки и становиться, да, либо пониже и тогда подтягиваться с согнутыми коленями. Но если вам по какой-то причине необходимо очень часто и очень много спрыгивать, запрыгивать на турник, да, слезать, забираться, то делайте это так, чтобы это было безопасно для ваших рук. Следующий уровень сложности, если ты хочешь увеличить подтягивание от 10 и выше, тот же самый принцип, но когда ты подтянулся, ты опускаешься и сохраняешься в висе. То есть ты не должен спрыгивать. 2-3 секунды отсчитал, еще сделал одно повторение. И опять ты не должен утомиться. То есть сделаешь столько повторений до того момента, как не почувствуешь первые признаки утомления. Опять спрыгиваешь. 1-2-3, выполняем. 1-2-3, выполняем. Еще разок. 1-2-3. Хорошо, вот сейчас в этот момент, допустим, ты понял достаточно. Допустим, в этот момент ты понял, что все, следующее утомление, ты начнешь чувствовать, как у тебя мышцы забиваются. Этого не допускаешь, спрыгиваешь. Также полностью восстанавливаешься и выполняешь от 5 до 8 подходов. Ну вот этот вариант мне больше нравится, потому что он гораздо более благосклонен к мозолькам. Но действительно он подойдет тем, кто уже подтягивается больше 10 раз. Иначе есть риск действительно забиться, закислить мышцы на первых своих повторениях. И эта схема не будет работать. То есть основной принцип здесь точно такой же, как у Павла Цацурина в его протаптывании дорожек, что вы делаете большое количество подходов, но вы делаете их свежими. Вы не устаете на каждом подходе. Действительно работает для нарабатывания нейромышечной связи. И действительно поможет в самом начале вашего пути набрать какое-то количество подтягиваний. Неплохое упражнение. Этот вариант можно сделать еще сложнее, но я рекомендую усложнять только тем, кто уже достиг отметки в 20 подтягиваний и хочет ее превысить. Мы делаем все то же самое, как и во втором варианте, но еще берем дополнительное отягощение. Вот в нашем случае у нас была с собой вода 5-литровая, баклажка. Дело Игоря Войтенко живет. Баклажки в рюкзаке. Лучший способ накачаться с 2016 года. И рюкзак. Если у тебя есть поезд вместе с блинами, еще лучше. То есть в зале это, конечно, сделать удобнее. Если нет с собой дополнительного инвентаря, то рюкзак и вода всегда подойдут. И тот же самый принцип. То есть сделаем повторение. Раз, два, три, еще. Но ты не должен томиться. То есть еще давай два раза сделаем. Раз, два, три. Все отлично спрыгиваешь. Все то же самое, как я объяснял до этого. Полностью отдыхаешь. От двух до пяти минут. Это может занять у всех. Организм разный. И выполняешь также 5-8 подходов. В каждом подходе ты не должен утомиться. Ну вообще 8 подходов это довольно-таки значительно. Я не знаю, что у них дальше будет в этой программе. Ну 8 подходов с отдыхом по тройке минут. Вы должны понимать, что это просто 20 минут у вас уйдет на отдых между подходами. И это очень... Я не знаю, сколько такая тренировка должна длиться. В следующем упражнении будем учиться поддерживать очень высокий уровень выработки энергии, несмотря на накопление молочной кислоты. Для стимулирования быстрого накопления молочной кислоты повторения должны выполняться во взрывной манере. К примеру, ты подтягиваешься 20 повторений. Берешь 60% от этого значения, 12, выполняешь в максимальном быстром темпе, но сохраняя при этом технику. Далее отдыхаешь 20 секунд и стараешься выполнить еще один подход в таком же быстром темпе. После этого отдыхаешь не менее 5 минут, вот должен прям очень хорошо восстановиться, и стараешься выполнить таких 2-3 подхода. Благодаря этому упражнению тело со временем адаптируется к противодействию накопления молочной кислоты за счет повышения биофинтеза белков, отвечающих за удаление лактата путем его использования в качестве источника энергии. За счет такой адаптации организм будет более подготовлен к напряжению и утомлению во время тренировки, что оказывает влияние и на результативность. Три подхода с отдыхом по 5 минут между ними, это еще 15 минут, тем 27 минутам отдыха, то есть уже 35 минут отдыха, и тренировка реально будет занимать, походу, очень много времени, потому что это всего второе упражнение. Обратите внимание, что в верхней точке он скругляет плечи и тянет шею, что не очень хорошо с точки зрения здоровья этих частей тела. Таким образом он пытается компенсировать взрывную силу, то есть ему не хватает сил в мышцах для того, чтобы сильно себя резко поднимать наверх. Он пытается это компенсировать за счет изменений в технике. Я считаю, что это не очень правильно. Если тебе не хватает сил, ты можешь подтягивать не так высоко, но не надо, не надо тянуть свой подбородок, вытягивать свою шею. Твои мышцы от этого не прокачаются, и смысла в этом большого нет. Что касается самого тренировочного подхода, вот с этими 60%, он очень напоминает тренировочный подход от Максима Трухановца, который он мне показал. Но там разница в том, что Максим делает подход на максимум повторений, отдыхает 30 секунд, делает еще подход на максимум повторений, отдыхает 30 секунд и делает на максимум. И при этом ты действительно должен делать, во-первых, каждый подход на максимум, а во-вторых, ты должен отдыхать строго 30 секунд. Ты не важно, восстановился, ты не восстановился, а ты не восстановишься за 30 секунд от своего максимума. Ты идешь и делаешь. И я назвал эту технику сердечный приступ, потому что реально после нее может очень сильно поплохеть И лучше заранее вызвать скорую, которая будет вас откачивать Или нашатырь, или людей, потому что не стоит пробовать это дома без должной подготовки Вы действительно не понимаете, особенно это рассчитано на тех, кто делает больше 20 повторений И, соответственно, у них получается очень большое количество Действительно очень сложно оценить, насколько это тяжело и насколько сильно это бьет по сердцу и дыхалке И реально можно улететь Но, если хотите, попробуйте и напишите в комментариях До 20 повторений, если ваш максимум ниже 20, вряд ли это будет так заметно А вот если вы максимум подтягиваетесь 20-30 и более раз, то можете попробовать и написать свои впечатления В комментариях будет интересно Мне было плохо, мне было плохо, когда я это попробовал С точки зрения 60%, не знаю, почему взято именно 60%, с тем же успехом может быть 50% И считать будет гораздо удобнее, потому что берешь просто половину своего максимума 25 секунд, 20, сколько он там сказал Принцип тот же самый Это такой подход, состоящий из 20 повторений Это вы просто выполняете друг за другом по одному повторению без отдыха между ними Соответственно, если вы добавите небольшой отдых и разобьете 10 плюс 10, но с небольшим отдыхом Это будет довольно близко для мышц по нагрузке, которую они получают от 20 повторений друг за другом Соответственно, вы затем просто можете уменьшать отдых между этими двумя, там, тремя подходами И будете все ближе и ближе становиться к подтягиванию 20 раз за один подход, потому что Мышцы будут все меньше и меньше отдыхать и привыкать все, как будто делать эти повторения друг за другом Вот на чем это строится Вот момент про биосинтез белков для удаления локтата я вообще не понял Потому что, во-первых, локтат нам не мешает подтягиваться Подтягиваться нам мешают ионы водорода, которые проникают в клетку А во-вторых, не белки его удаляют, а митохондрии, которые находятся в клетке Это такие органеллы, то есть это не биосинтез белков Это вот у тебя формируются органеллы, которые используют Даже не локтат, они используют перуват, да, не давая ему распадаться на ионы водорода и локтат Для дальнейшего резинтеза АТФ Касательно темпа, взрывной, невзрывной, нет, можно делать и в обычном темпе Будет точно так же работать, потому что самым принципом, что вы просто добавляете промежуток отдыха Которого в полноценном подходе нет и постепенно дальше будет сокращать этот промежуток И мышцы будут привыкать Итак, ты достаточно отдохнул после предыдущего упражнения До отказа, в итоге добраться до 20 и подтягиваться за подход И вот здесь, на самом деле, ответ «да, смог бы» В зависимости, конечно, от того, как ты тренируешься В зависимости от того, действительно ли ты выкладываешься в отказ Потому что сам по себе тренировочный объем без интенсивности не имеет смысла Ты можешь хоть в течение дня делать тысячи подтягиваний Да, там, по одному-два повторения Но это не позволит тебе подтягиваться 30 раз за подход Именно потому, что интенсивность очень маленькая Но перед этим давай с тобой добавим еще эксцентрику То есть это негативная фаза движения Когда ты опускаешься медленно, подтягиваешь и расслабляешь мышцы Юрец у нас крепкий, поэтому ему с дополнительным отягощением Медленно-медленно, подконтрольно расслабляешь мышцы То есть идет негативная фаза повторения Это используется и в других движениях, например, в жиме лежа Чем хороша эксцентрика? У тебя оптимизируется длина мышцы Соответственно, возрастает скорость сокращения Оптимизируется длина мышцы? Что это вообще значит? Помимо этого укрепляется суставы хорошо Отлично, медленно расслабляем Эксцентрическая фаза, то есть фаза расслабления подконтрольного, под нагрузкой Действительно стимулирует увеличение площади поперечного сечения Крепления мышц к сухожилиям И сухожилий к костям Но вряд ли он имел в виду это, когда говорил, что улучшает суставы Но вы знаете, да, действительно Медленные негативные повторения, они будут способствовать увеличению площади А значит, ваши мышцы будут крепче крепиться к сухожилиям А сухожилия будут крепче крепиться к костям И это, возможно, когда-нибудь вам очень пригодится Если вы будете делать какую-нибудь ерунду, от которой можно поломаться Или если вы восстанавливаетесь после того, как сделали какую-то ерунду и поломались Например, у вас частично оторвалось сухожилие бицепса Как, например, у меня И затем вы понимаете, что надо бы это дело компенсировать Надо бы наращивать И вы делаете медленные негативные повторения для того, чтобы нарастить новое Потому что та часть сухожилия, которая у вас оторвалась Там уже сухожилия у вас не будет Почему это так работает? Спросите эволюционный отбор Вместо куска оторванного сухожилия у вас будет рубцовая ткань Которая не обладает возможностями сухожилия Но зато можно с помощью упражнений увеличить Площадь поперечного сечения, соответственно, будет больше контакт сухожилия и мышцы И, в принципе, компенсировать эту травму Именно отчасти поэтому я сейчас все повторения выполняю подчеркнуто медленно Для того, чтобы стимул был у сухожилия У тебя нервная система просто необратимо будет учиться То есть у нее не останется выхода, кроме как улучшаться Поэтому выполняй такие движения, если есть возможность при помощи друга Тебе не обязательно вес закидывать самому В идеале, если тебе помогут подняться, либо ты сам поднимаешься И именно интересно вот эта негативная фаза движения, когда ты медленно расслабляешь мышцы Постарайся сделать 8 повторений Отдыхаешь между подходами 3-4 минуты, 4 рабочих подхода 4 подхода по 4 минуты отдыха, это еще 16 минут к тем 35 И 5, да, то есть у нас уже 51 минута времени, когда по их плану мы просто отдыхаем Сразу видно фитнес-блогеров, у которых полно свободного времени, которое они могут проводить на площадке И поэтому они предлагают такие интересные схемы И это еще не конец нашей тренировки, как вы понимаете С точки зрения увеличения количества повторений, негативные подходы запихивать сюда, на мой взгляд, вообще без толку Ты делаешь их мало, ты делаешь их совсем для других целей То есть, ну, это не имеет смысла То есть, это реально здесь лишние упражнения В отличие от предыдущих двух, которые ложатся в определенную систему Здесь медленные Ну, нет То есть, я бы их убрал И время бы сэкономил вам Итак, к этому моменту совсем новичок уже будет крайне утомленный Я тебе рекомендую сделать еще несколько повторений как раз до отказа Но последние повторения Не спрыгивай сразу с турника Даже если не получается сделать полную амплитуду Дожми сколько сможешь Пускай это будут даже какие-то дергания Но все равно постарайся добить до отказа Если же у тебя еще достаточно сил Это ребята, у которых за 20 подтягиваний То в идеале, конечно, поиграть в лесенку Если нет товарища, нет брата у тебя Поработай тогда сам с собой Отчитывай за другого сам То есть, сделал одно повторение Отчитал 2 секунды Сделал 2 повторения Но при этом не слазишь с турника Мы сейчас продемонстрируем Не будем играть полностью Но покажем тебе сам принцип работы И как нужно доработать мышцы в самом конце Обратите внимание, что правый атлет Юрий Во время подтягиваний не напрягает пресс Именно из-за этого у него возникает прогиб в пояснице И, с одной стороны, упражнение становится делать легче С другой стороны, если вы хотите дополнительно прокачивать мышцы пресса Во время подтягиваний, как Максим Трухановец Который всегда напрягает пресс в этот момент То обратите внимание на это Что касается частичной амплитуды в конце Это очень правильный совет Действительно, очень часто люди спрыгивают До того момента, когда они выкладываются на полную И очень легко это проверить Если вы спрыгиваете с турника до того, как ваши пальцы сами разогнулись Значит, вы не провисели на максимум Значит, вы могли сделать еще чуть больше И получить результат чуть получше А сами от него отказались Но, с другой стороны, опять же, как Юрий Делать в частичной амплитуде в середине движения Наверное, не так эффективно, как делать частичную амплитуде Но в нижней точке То есть вы с полностью выпрямленных рук Пытаетесь себя немножко поднять Потому что это самая сложная часть движения Именно в ней нужно работать настолько, насколько вы можете себя дорабатывать В принципе, конечно, возможно, варианты Можно часть поработать подходов в нижней, часть в средней, часть в верхней Но вот чисто в середине работать Это самый легкий вариант, который даст наименьший результат Ну что, ребята, сделали мы один подход лесенки Сейчас еще отдохнем Несколько минут Можно добить еще пару подходов до отказа Если есть силы Но при этом, как я говорил, не спрыгивать с турника Немножко додергаться Дергаться не надо ни в каком случае Только если вы участвует в соревнованиях, где разрешены дергания И вы так можете увеличить количество повторений Потому что от дерганий мышцы не растут Они не становятся сильнее, они не становятся выносливее Единственное, что растет от дерганий, это ЧСВ Которое позволяет вам потом говорить, что вы подтянулись много-много раз Но наша цель ведь не в этом, правильно? Ребята, кстати, восстанавливать после тренировки Не нужно такую тренировку выполнять каждый день Один, а то и два-три дня отдыха до полного восстановления Так, чтобы ты чувствовал, что полноценно можешь к ней подойти А следующий у нас разбор спортивных добавок, как я и обещал Как раз я поеду в студию, подкупил все нужные добавки Обязательно подробно вам про них расскажу Ну тут уже мой брат справится без меня Мы с вами увидимся в следующих роликах Берегите себя, мы за здоровый атлетизм В условиях постоянных тренировок для достижения результатов Очень сложно обойтись только нутриентами из пищи Ты по-любому не будешь добирать всех нужных веществ, чтобы действительно прогрессировать Поэтому важно подпитывать организм правильными спортивными добавками Да чушь! Вот сейчас парень просто сказал откровенную Чушь! Чушь! И кстати, очень хотелось бы посмотреть, как он подтягивается и сколько он подтягивается Потому что атлеты на самой обычной пище получают потрясающие результаты Это просто вопрос питания и вопрос регулярных тренировок Максим Трухановец мне говорит, что ничего не использует и ничего не нужно И мы видим его уровень Рандомный парень из системы тела говорит, что без добавок мы никуда не справимся Я без каких-либо добавок с плохим сном, средним питанием и нерегулярными тренировками Смог подтягиваться 30-35 раз за один подход и довольно чистых Вы знаете мое качество Поэтому говорит, что с помощью обычной еды нельзя получить все необходимое для организма И нужно добавки покупать В видосе, который рассчитан на начинающих, которые еще даже толком не потренировались Если вы подтягиваете меньше 20 раз, то вы начинающие, будем честны Вы начинающие Те, кто не начинающие, они уже подтягиваются больше Ну ладно, давайте посмотрим, что за добавки он выбрал, что он будет рекламировать Друзья, я вернулся в Москву, предварительно закупился добавками, которые улучшат нашу работоспособность И отсрочат мышечный отказ, то, что нам нужно при подтягиваниях И нельзя начать этот список без креатина моногидрата Отличная добавка рабочая И как по мне, вот эта вот форма, именно моногидрат, самая оптимальная Давно уже доказана ее эффективность Не вижу смысла переплачивать за новые вот эти с транспортными системами и так далее Не нужно надеяться, ребята, что там с одного мерника что-то сверхъестественное произойдет Конечно же нет Помните, я вам говорил, чем больше запас креатинфосфата в мышцах Тем больше у мышцы работоспособность То есть возможность обеспечивать себя энергией Как раз за счет креатина, знакомое, да, слово Мы повышаем его запас в мышцах Соответственно, мышца будет работать дольше Соответственно, вы сделаете больше повторений Оптимальная форма приема Наверняка вы слышали то, что некоторые загружаются Какими-то конскими дозировками По 30 грамм в день, по 40 в день Да, имеет это свойство быть И каких-то там критичных побочных эффектов Кроме как задержки воды не будет Но я считаю оптимальной формой приема 5 грамм утром и 5 грамм после тренировки Соответственно, если тренировки не было То просто 5 грамм идет утром И со временем у вас накопится достаточное количество в мышцах И останется его только поддерживать То есть я вот в таком ключе пью в течение 25 дней Далее просто добавляю после тренировки по 5 грамм Или либо просто закидываю его утром Если нет тренировки И так еще пью месяц Потом делаю месячный перерыв Что еще про него стоит вам рассказать И многие переживают как раз Особенно девушки, что с креатином будут набирать вес Есть у него, да, такой момент Что немного воды лишней вы будете набирать Ну как понять лишнего? Не настолько Если вы будете им загружаться Прямо в больших количествах Если у вас в вашем рационе Есть продукты, которые задерживают воду То да Вы будете дополнительно набирать вес За счет этой воды Но если вы будете добавлять его в рацион 5 грамм с утра Не более То есть у вас все равно Через какое-то время Его достаточное количество в мышцах накопится То какой-то существенной прибавки в весе не будет Поэтому даже девушкам я рекомендовал бы его принимать И не боялся бы за какой-то дикий скачок в весе Именно из-за держки воды Не будет такого, если в вашем рационе все в порядке Если вы не перебарщиваете солеными продуктами Если у вас, тем более, если вы подтачиваете свою фигуру Вы находитесь на дефиците У вас низкоуглеводная диета Там вообще прям будет незначительная прибавка воды Итак, в целом все понятно Пьем креатин Пьем его продолжительное время Он накапливается в мышцах Соответственно, за счет того, что мышца Больше будет обеспечиваться энергии Мы сможем сделать больше повторений Я думаю, я сейчас усну просто У нее еще музыка такая, релаксирующая на заднем плане Я думаю, просто сейчас вырублюсь и не досмотрю до конца Я сразу скажу, что я не большой эксперт в добавках Поэтому я размещу ссылочку на сайт в описании к ролику Где собраны обзоры на практически все известные добавки И вы сами можете прочитать и сделать выводы об эффективности той или иной Действительно, креатин, моногидрат Это одна из самых изученных добавок Она действительно работает Именно за счет того, что она извне поставляет в ваш организм креатин Который он может сразу использовать для энергии Для получения энергии, для выполнения упражнений Поэтому пока вы будете принимать креатин У вас будет больше доступной энергии Вы сможете сделать больше повторений Опять же, как и с любой добавкой Я обязан сразу же вам сказать, что Вы должны быть готовы к тому, что вам придется ее принимать постоянно Пока вы хотите иметь тот или иной результат То есть, если вы потягивались 20 раз Начали принимать креатин Загрузились с креатином У вас выросли потяги до 25 Это подтягивания на креатине То как только вы перестанете принимать ее Например, перестанете хотеть тратить деньги То ваши результаты откатятся Это реально бьет по эмоциям Ну, не до депрессии, конечно, довольно Но расстраивает Серьезно расстраивает Вот, а другой стороны, это бьет по кошельку Потому что ты должен постоянно принимать И если ты тренируешься для себя Ты не выступающий атлет Ты нигде не соревнуешься То просто зачем? Ты можешь потратить чуть больше времени Чтобы дойти до того же результата Но на обычной пище Со своим обычным рационом И потом с ним ничего не произойдет Поэтому Да, работает Все правильно говорит Просто надо понять Стоит ли оно того Я думаю, что не стоит Следующая добавка Которая также отлично будет влиять На работоспособность мышц В силовых нагрузках А у нас она такая Это бета-аланин Вот сейчас немножечко Сосредоточься Будут новые для тебя понятия Поэтому будь внимательный Это очень круто Это на самом деле очень круто Потому что Я не знаю Не так много людей Которые вообще в курсе Про бета-аланин Производители спортивного питания По крайней мере Несколько лет назад Когда мы проводили исследования Они знают Что это очень крутая штука И она супер дешевая Поэтому ее очень сложно Было найти в чистом виде Чистую баночку бета-аланина Потому что она стоила вообще копейки Но при этом она супер эффективная По некоторым исследованиям Она позволяла прибавить Выносливость в упражнениях До 30% То есть вы делаете Не условные 30 потягиваний А сразу так 40 После того, как он начнет действовать И это просто Невероятный результат Поэтому обычно Они запихивают бета-аланин В другие свои продукты И он уже не в чистом виде Другие продукты стоят гораздо дороже Потому что за другие компоненты Переплачиваешь Но вообще Я до этого не встречал Чтобы кто-то рекламировал Рекомендовал именно бета-аланин Смотри В отличие от креатиномоногидрата Который лучше себя показывает Высокоинтенсивных Мощных силовых нагрузках До минуты И ты делаешь большее количество повторений То бета-аланин Лучше включается Когда такая же нагрузка Высокоинтенсивная Но сверх минуты К примеру Ты потягиваешься 30 плюс раз Никуда не торопишься Либо отдыхаешь в висе Вот этот застой не можешь преодолеть Как раз бета-аланин тебе поможет И каким образом Бета-аланин В связке с элгистидином Аминокислотой Которой в нашем организме В предостатке А вот бета-аланина Как раз нет В сочетании Они синтезируют новое вещество Которое называется Карнозин И вот как раз Это вещество Нам интересно Своими свойствами Это буфер Который Нейтрализует ионы водорода Выделяющиеся Под физической нагрузкой А ионы водорода Когда выделяются За счет них Возрастает степень закисления Соответственно Работоспособность падает И логично Принимать Бета-аланин Дополнительно Тем самым Выравнивать его Целгистидином Которого в достатке И синтез Карнозина Увеличивается на 60-80% Соответственно Блокируется ионов водорода Больше и твоя Работоспособность Увеличивается Принимаешь его 2 грамма Вместе с Креатином Моногидратом Утром Перед едой Принимаешь его Также Продолжительное время Потому что Тоже обладает Накопительным эффектом Не жди каких-то чудес С первого приема Принимаешь его Регулярно Не забываешь И ты почувствуешь Спустя 15-20 дней Как Вот эти вот Последние повторения При продолжительной Нагрузке У тебя будут Выполняться легче И ты наконец-то Пробьешь этот застой Я не помню точно Механизм По которому работает Бета-аланин Потому что Изучал это очень давно И добавки В принципе Не входят В Сферу моих интересов Потому что С точки зрения Обычной физкультуры С точки зрения Обычных тренировок Они Обычному человеку Не нужны Все результаты Получаются И без них Что-то примерно Из того что я помню Да он действительно Все так говорит Действительно Бета-аланин Работает Действительно Работает хорошо И это очень Крутая добавка Но опять же Это уже вторая добавка Которую он предлагает Пить И блин Ребята Это реально Загоняться очень сильно Чтобы сделать 20 подтягиваний И потратить кучу Денег Потратить кучу денег На то Чтобы сделать 20 подтягиваний Серьезно В жизни есть Куча других Интересных вещей На которые можно Тратить деньги Чем добавки Заключительная добавка Которая также Положительно Будет влиять На работоспособность мышц Это Цитрулин И если Эффективность Бета-аланина И креатина Неоднократно Доказывалась В исследованиях То по Цитрулину Их было Меньше Но если Понимать Его функцию В организме То логически Становится Понятно Что эффективность Бесспорна Он помогает Утилизировать Молочную кислоту И мочевину При нагрузках Также Быстрее будет Проходить Ресинтез Крятинфосфата Соответственно И АТФ А это говорит о том Что мышца Будет работать У тебя Эффективно Дольше И дополнительный Прием Цитрулина 6 грамм Перед тренировкой Поможет тебе Вот именно Когда твоя Тренировочная Нагрузка Достаточно Объемная Потому что Как я тебе Говорил ранее Чем больше У тебя Тело Подвергается Нагрузке Тем больше Будет выделяться И аммиака И молочной Кислоты Которые Негативно Уже будут Сказываться На твоей Силовой Выносливости Поэтому Дополнительный Прием Цитрулина Поможет тебе Работоспособность Твою Увеличить И Ты же будешь Вот эту Тренировочную Программу Прорабатывать И как ты уже Заметил Она достаточно Объемна То есть Сто процентов У тебя Будет Выделяться Молочная Кислота Сто процентов Это будет Негативно Сказываться Поэтому Не вижу Лишним Дополнительный Прием Этой Добавки Еще раз Шесть грамм Перед Тренировкой И причем Цитрулин Он будет Свой эффект Оказывать Сразу Но опять же Вот так Чтобы Очень сильно Это ощущалось Потребуется Время Поэтому Перед Тренировкой Не забывай Шесть грамм Цитрулина И твоя Работоспособность Возрастет Ну что Вот Топ 3 Моих добавок Которые я сам С удовольствием Принимаю За счет которых Чувствую эффект Стоят они Не так дорого Как я тебе говорил За креатин Точно не стоит Переплачивать Всегда смотри На дозировку Вот я сегодня Тоже внимательно Спорт пить Посмотрел У многих Ценник одинаковые Начинаешь смотреть В этой На 30 На 30 капсул Больше Дозировка На капсулу Больше Поэтому всегда Изучай Смотри Где больше Дозировка Читай Отзывы Потому что Часто Специалисты В спорт пить Заинтересованы В том Чтобы продать Солежавшийся товар Поэтому Не дай себя Обмануть Будь внимателен Принимайте Добавки Как я тебе и сказал Еще раз напомню Креатин Моногидрат 5 грамм Утром 5 грамм Перед тренировкой Бета-аланин 2 грамма Вместе с креатином Утром И цитрулин 6 грамм Перед тренировкой Про цитрулин Вообще ничего Не могу сказать Никогда С ним Не сталкивался Может быть Потому что Как он сам Говорит Исследований По этой Добавке Очень мало И для меня Это было бы Тоже таким Звоночком Что видимо Она не Так хороша Как про нее Говорят Про креатин Исследований Выше крыши Про бета-аланин Тоже много Исследований И все Сходятся к тому Что эти добавки Работают И объяснены Механизмы Их работы Если бы Цитрулин Действительно Работал И работал бы Сразу Тут кстати Тоже Момент Меня смущает Что он говорит Что эффект Сразу После цитрулина Но ты не сразу Его почувствуешь И как-то Непонятен Механизм Работы Этой добавки То по нему Тоже было бы Больше исследований И больше положительных Исследований Которые подтверждают Действительно То что механизм Существует То что он работает Поэтому Но Добавки Не моя сильная страна Поэтому про цитрулин Не буду ничего говорить Смотрите исследования Ссылку я оставлю Если что-то найдете Интересное То пишите Ну что друг Вот и подходит Видео к концу И я честно говоря Был очень рад Работать над ним Вместе с братом Вот прям до мурашек Потому что понимал Насколько оно будет крутым Насколько будет объемным Чтобы ты На клеточном уровне Понимал За счет Каких ресурсов Ты сможешь Увеличить количество подтягиваний Не как дилетант А как профессионал От и до Во всех этих вопросах Разобрался Теперь у тебя есть Все что тебе нужно Для того чтобы Круто спрогрессировать Напишите в комментариях Если после просмотра Ролика этого Системы тела Вы поняли На клеточном уровне Как все работает Потому что Лично у меня Не возникло Такого понимания Может быть Отчасти потому Что они Вообще не использовали Никаких Дополнительных материалов Никаких Ни изображений Ни видео Ни графики Чтобы проиллюстрировать То о чем они говорят И то что они Писывают словами И поэтому У меня не возникло Такого представления Да То есть даже Имея понимание Того как все устроено Я вот после их ролика Не понял Что они мне говорят То же самое Просто другими словами Ну может быть это я Поэтому Напишите в комментариях Каковы ваши впечатления Мне интересно просто И более того Я уже говорил В начале ролика Что самых Внимательных Терпеливых Кто досмотрит до конца Ждет подарок И это будет Многоуровневая программа Тренировок Которая будет В табличке Вот те упражнения Которые мы тебе показывали Будут в удобной Для тебя форме Чтобы ты пришел На площадку Открыл ее на телефоне И спокойно Начал заниматься Это еще больше Поможет тебе В твоих тренировках Будет заниматься Комфортнее Поэтому Ты постарался Ты посмотрел Ты потратил свое время На нас И мы не можем Тебя не отблагодарить И условия Получения очень простые Для получения таблички Еще надо что-то делать Жесть В общем дальше там пойдет Попрошайничество На тему Подпишись на все наши Социальные сети Для того чтобы у нас Было больше подписчиков Поэтому я не вижу смысла Это смотреть Давайте перейдем сразу К выводам По этому ролику Несмотря на громкое заявление Что в ролике будет Все по науке И в ролике будет Конкретная программа Которая прям Программа Я не увидел Ничего в ней особенного Это просто один из Вариантов тренировки Подтягивать Субтитры создавал DimaTorzok